Для меня это был совершенно другой Амиран. В отношениях с ним поняла, как, наверное, мыслят мужчины. Он просто поехал в Москву, он без самолета просто поехал в стрипку. Он там перешел важным людям дорогу, он вел неполагаемый образ жизни, там спал с чужими женами. Настоящий мужик такой, да. Проверяла его деолокации и читала его сообщения. Когда приезжаем, я захожу в квартиру, я вижу женские вещи. Ты не понимаешь, это же подписчики, это же хайп, это же люди. Он меня не воспринимал за человек. Это мой дом, будем жить по моим правилам. Это первый раз, как он меня поднял руку. Прости, Маша, я тебя никогда не любил в Лос-Анджелесе. Он просто воспользовался как своей крышей. То есть, получается, ты до 10 лет не знала, что у тебя дедушка президент? Мой охранник, мой лучший друг. Мне кажется, все было настолько идеально у меня в жизни, что я хотела себе устроить небольшую американскую драму. Вася, Оля, привет, какая ты красивая. Спасибо, ты тоже. Привет, дорогая. Ну, мы наконец с тобой это сделали. Мы с тобой встретились. Спустя 6 месяцев. Да, да. Мы должны были, ребят, снимать это видео, по-моему, в январе или феврале. Да, если звонила, плакала. Мы немножко отложили, да, это дело. Но мне кажется, что сейчас идеальное время. И мы с тобой в идеальной локации. Я в Веню, а Салт-Кафе, как говорится. Это вилла твоего друга, как я понимаю. Да, это вилла моего друга с детства, Бобби, когда он узнал, что я рассталась с своим мужем опять. Он говорит, Маша, пожалуйста, у меня здесь семья, друзья, приезжай, пожалуйста, возьмите комнату в гостевом домике, просто поживи, приди в себя. Какой у тебя хороший друг. Я тоже хочу такого друга. С таким домом. Ну, я, судя по твоему инстаграм, уже поняла, сколько много друзей у тебя, и что ты везде путешествуешь, ездишь, и сейчас у тебя такой евротур, правильно? Да, да. Мы были в Берлине на концерте у Миг Джекера, потому что дружуешь своего сына. Мы были на Мико, на связи, везде, везде. Короче, мы за две недели с моей подружкой успели посмотреть... У тебя была программа «Максимум», да? Реабилитация за две недели. Реабилитация за две недели, чтобы встретиться потом с тобой. Маш, в каком ты сейчас статусе? Я свободна. Давай начнем с самого начала, потому что не все знают предысторию. Как вы познакомились, где вы встретились? Мы познакомились в Лос-Анджелесе четыре года тому назад через общих друзей. Он организовал вечеринку в доме. Мне сказал наш друг Костя, он сказал, приходи, там будет Амиран. А о нем я знала через Текилу. Текилу и Маша приедали в Лос-Анджелес и говорили, что у них был друг, с которым они общались, потом они перестали с ним общаться. Мне было просто интересно понять, что за человек, почему они так близко общались, почему они перестали общаться. Я пришла на вечеринку, и там был он, какие-то проститутки, и я оттуда ушла буквально после пяти минут. И потом он мне написал в ту ночь, я сказал, прости, пожалуйста, прости, что ты так быстро ушла. Я говорю, ну, если хочешь... А как вообще он узнал твой телефон? А, в Инстаграме, в Инстаграме. То есть он, я не знаю, он увидел меня там у Кости где-нибудь, вот. И потом я это написал, и после этого я его пригласила в парк на следующий день, показала я Лос-Анджелес, мы просто начали общаться. Просто тебе он понравился, ты ему решила пригласить? Нет, просто подружески. Мне было интересно, почему человек так тесно общался с моими лучшими друзьями, и потом в этот момент они просто перестали общаться. А почему ты не могла спросить об этом Сашу? Он мне рассказал причину, но мне было просто интересно. Он мне понравился, но мне было страшно при этом одновременно, и было интересно. Вот какое он впечатление на тебя произвел на этой вечеринке? Ты встречаешь парня какого-то, как будто бы известного блогера, который в Америке пока еще совсем никому не известен. Совершенно другой человек, совершенно с другого мира, и, наверное, это меня как-то зацепило. И на протяжении трех лет мы просто дружили, общались. Он приезжал, я там, привет, пока. То есть в тот момент, когда ты с ним познакомилась, он тогда еще не жил в Лос-Анджелесе. И то есть вы в тот момент познакомились, но у вас какие-то отношения не начали закручиваться? Я очень как-то заживала в своей жизни. Мне просто человек понравился энергетически, мне как-то что-то в нем очень понравилось. И вот мы общались на протяжении трех лет. Потом, когда наступил ковид, у меня была депрессия небольшая, потому что как-то очень все грустно. Я в Бостоне, в квартире одна, приезжаю в Лос-Анджелес к семье. В тот момент что-то поругалась с ними. И Амиран там был. И мы как-то начали с ним более тесно общаться. То есть вы списались? Мы списались. Я в Лос-Анджелесе, он такой, давай пойдем погуляем по пляжу. И мы как-то там три-четыре ночи подряд ездили на пляж, смотрели фильмы. И было очень мило. И вот началась как-то наша история любви. В первое время я его очень налюбила. Я прям потерялась в этих отношениях. Ну, когда ты поняла, что ты в него влюбилась? Наверное, прям там, когда он меня поцеловал на пляже. Вот один из этих первых ночей. Я очень влюбчивый человек, я очень открытый человек. И не знаю, мне как-то... Ну, чем он тебя покорил в тот момент? Харизмой, наверное. И это были мои первые такие сильные отношения. Первые твои серьезные отношения? Серьезные отношения, да. То есть он такой был твой первый молодой человек, получается? Первый серьезный, да, молодой человек. Моим родителям я ничего не говорила, потому что я понимала на подсознании то, что он им не понравится, потому что он как бы взрослее, он старше мне на 13 лет. Он очень умеет слушать, он умеет выслушивать тебя, он умеет тебе говорить правильные вещи. Вот мне понравился тот факт, что я в отношениях с ним поняла, как, наверное, мыслят мужчины. Мужчины другого плана, мужчины, которые охотники. То есть я как бы всегда общалась с друзьями, с мальчиками моего возраста. Они там хорошие мальчики, с хорошей семьей. А тут я понимаю, что парни, которые там, не знаю... Настоящий мужик такой. Мужик, да. Ну и вот он начал как-то за тобой ухаживать, то есть он делал какие-то подарки тебе, как-то, не знаю, цветы дарил. Да, дарил цветы, все было хорошо. Ты через какое время сказала об этом родителям? Я сказала родителям об этом в феврале, когда он меня выгнал из дома, потому что мы поругались. У нас был небольшой конфликт. Он очень сильно любил гулять, вот, и он пришел домой в нетрезвом состоянии. И я об этом уже сказала родителям, они сказали как бы, Машенька моя хорошая, придем домой, все будет хорошо. Типа, давай ты поедешь там в Майами, отдохнешь. И я поехала в Майами, Амиран приезжает в Майами, и мы опять миримся. И вот такие вот у нас нестабильные отношения. Ну, подожди, ну вот на протяжении всего этого времени он там рассказывает в интервью, что у него была депрессия, что он там потерялся. Ты это ощущала там? Я просто не знала Амирана в Москве. Я знала его только в Америке. И это было совершенно другое для меня человек. И когда мы приехали в Москву, тогда уже начался какой-то ад. Это было невыносимо, и это было очень-очень-очень сложно. Но это уже Москва. Мне вот интересно все-таки Лос-Анджелес, потому что это твоя территория, да, это твоя территория, твои друзья. Это были мои друзья, мои знакомства, все было. Ты его ввела как-то в свой круг? Конечно, я его со всеми познакомила, но он очень как-то... Я теперь понимаю, почему это произошло. Потому что он перешел дорогу очень многим разным людям в Москве. Он там, как говорится, разорвал мосты. И все это время он находился в депрессии. Но я не знала его другим, из-за этого я не знала. Ну, он что тебе говорил, когда переехал туда, когда вы познакомились? Ну, это его личные дела. Я не могу как бы это все рассказывать. Но он работал с городом. И как я потом узнала... Он работал с мэрией. С мэрией, да. И я как потом узнала, что он там взял очень много плохих вещей. И взял деньги и не сделал проекты, которые обещал. Да, и там очень... Ого, вы как бы знаете... Окей, и там есть многие другие вещи. Он там перешел важным людям дорогу. Он вел неполагаемый образ жизни. Там спал с чужими женами и так далее, и так далее. И я этого всего не знаю. Нахожусь в отношении с человеком. А потом, когда мне об этом говорят наши общие друзья, с которыми он не хотел, чтобы я общалась, я понимаю, что я просто живу в какой-то лже. Но уже было слишком поздно. Подожди, но это ты все узнала когда? Я это узнала, когда мои родители перестали со мной общаться. Это когда произошло? Это было, когда он выложил мои голые фотографии без моего разрешения. А как он... Почему он это сделал? Потому что это хайп. Потому что это человек, который мыслит хайпом. Я просто не хочу его хейтить. Я не хочу посвятить это все интервью, говорить о нем, потому что я уже нахожусь в другом как-то состоянии души. Ну, подожди, нам важно разобраться, потому что для того, чтобы понять, почему в итоге вы разошлись и все остальное, нам как бы нужна все равно некая предыстория. Да, предыстория, чтобы была романтика в Америке, потому что у него была депрессия. А я была такая влюбленная, что я была готова полюбить дерево. Я его просто опекала своей любовью. Я не знала, что это такое, Амиран, я не знала. Подожди, ты не наводила вообще справки? Ты не звонила своим каким-то друзьям из Москвы и не спрашивала? Я спросила у Маши Саши. Они говорят, Маш, ну, ты знаешь, какой это человек, то есть мы тебе говорили, какой это человек. Мы с ним не общаемся, мы ничего против него не имеем. Но, типа, это твоя жизнь, ты как бы... Сама решай. Сама решай. Я, пожалуйста, просто не делай себе, достаточно больно. Я, как журналист, привыкла работать с огромным объемом информации и с разными источниками, чтобы быть в контексте всего и сейчас. Я смотрю очень много испанского контента, но так как я не так хорошо знаю язык, мне очень помогает функция голосового перевода от Яндекс.Браузера. Вообще, для того, чтобы смотреть иностранные видео, выпущенные на английском, французском, немецком, итальянском, или испанском языках с русской озвучкой, достаточно установить Яндекс.Браузер на мобильный телефон. Открывайте необходимую видеоплатформу, например, YouTube, как у меня, включайте любимый иностранный канал, у меня один из таких, Movistar+. Здесь я часто смотрю интервью с различными актерами. Очень рекомендую. И вот так одним нажатием с помощью кнопки «Перевести видео» можно переключить все видео на русский язык и понимать все, о чем говорят герои интервью. Посмотрите, какая лампа сделана из бриллиантов, весом в 16,2 карата. Посмотрите, посмотрите, прославленные люди. Вот оно, это дамский гамбит. Это очень удобно и помогает оставаться в теме всего, даже если вы не владеете языком. Смотрите иностранный контент на любую тему, открывайте для себя новые каналы и расширяйте свой кругозор с помощью перевода в Яндекс.Браузере. Ты смотрела его блоги? Он меня посадил месяц, после того, как мы начали встречаться. Он меня посадил и сказал, «Маш, вот типа мой YouTube». И он мне включил каждый ролик по блогу. Ну, маленькие детали, потому что некоторые было невозможно смотреть. Но я была настолько в него влюблена, я была готова просто принять его таким, какой он есть. Я это сделала. Я, на место того, чтобы подняться вместе наверх и там покорять Америку, потому что были возможности, были знакомства, были все, все, все. Я была готова отдать все просто этому человеку. Он почему-то меня опустил до такого уровня, что я ковыряюсь в каком-то трэше, какими-то проститутками. Такой ужас. Почему у него не получилось в Америке? Как тебе кажется? Потому что он не мог адаптироваться. Ему было очень страшно, потому что он боялся потерять то, что он имел в Москве, и ему не хватило чуток сил. Я была готова поддержать по-любому, в финансовом плане, потому что у меня там были возможности через крипту ему помочь, потому что я этим занималась, у меня там друзья в этом находились. Но мне кажется, он просто недотерпел. И он уехал очень некрасиво тогда. Если смотреть по траектории, как наши отношения развивались, все было хорошо, пока мы не съехались. И после того, как поженились, съехались, мы взяли дом, и там уже все пошло. А дом он снял за его деньги? Мы его сняли пополам. То есть мы взяли мебель пополам, ну как бы прям все обставляли и так далее. Что значит пополам? То есть ты тоже своими деньгами как бы входила в все эти траты? Да, конечно. Я выросла в Америке. Для меня как бы понятие то, что как бы семья это все... Все как бы пополам. А как он тебе это сказал? Что Маш, давай вместе будем снимать, вместе платим или что? Ну как-то это, мне кажется, было не обсуждаемо. Он, наверное, понимал мои возможности, он понимал, на ком он женился. И самое обидное было то, что когда я в октябре, да, в октябре, да, он выложил эту фотографию или в сентябре, или в октябре прошлого года, я позвонила людям некоторым, потому что там общим знакомым с семьей, которые мне сказали то, что он просто, ну, я воспользовался как своей крышей, потому что у него в Москве очень много было проблем, он очень боялся сюда возвращаться. И он показал, что вот у меня есть такая жена, так что ко мне не подходите. Да, и это... Я для меня даже не знала, что такое концепт крыша. Вы понимаете, я жила в Америке, в Европе, что такое крыша? То есть это как бы что? Что это? Да. Подожди, а родители в какой момент... Они перестали со мной общение. Вот в какой момент они перестали с тобой общаться? Ну, когда он выложил эту фотографию, этот... Я была с друзьями в ресторане, и в тот день я снимала тик-токи при одевании. И у нас очень много разных фотографий. Я вообще как бы человек либеральный. Я фотографировалась для личного пользования в разных местах с ним, как бы, ну, как люди любят друг друга, просто селфи, селфи. Я ехала домой, он мне сказал, типа, приезжай домой, сейчас там будет... У меня суперидея, я думаю, это будет какой-то проект, потому что в этот день он хотел тоже снимать тик-токи. А я просто пока еду домой, я в машине вижу, что он выложил эту фотку. И это так выглядит отвратительно, ужасно. Я пытаюсь ему звонить, я звоню своей маме, я звоню своей бабушке, они все в шоке. Моя мама просто думает, что я сошла с ума. Она мне говорит, ты это все делаешь ради хайпа. Ты вообще нам не говорила про этого человека, что ты делаешь. Я понимаю, что ей было, наверное, очень больно видеть, во что превращаюсь я. И мне очень больно, что я выбрала на тот момент его, а не свою семью. И то, что я так сильно опозорила всех, потому что, ну, ты же понимаешь, как это сложно в мусульманском обществе в такой семье такую вещь делать. Вот, это очень на меня как-то подвело. И я вообще не виню своих родителей за то, что они это сделали, потому что мне тоже, наверное, было бы больно наехать вместе видеть свою дочку в таком состоянии. Ну, они, получается, тебе позвонили, сказали, что Маша это никуда не годится. Да, они мне написали, он мне написал параграф, и она говорит, слушай, если ты хочешь жить в свою жизнь с этим человеком, живи ее, как ты знаешь. Если что-то нужно, типа, у нас все равно была связь через там управляющих, ну, как их помощников, типа, ты знаешь, как к нас выйти. Им просто с того, я с ними не общалась. И я прихожу домой, Амиран такой, типа, радостный, а я рыдаю, у меня истерика, я его прошу это стереть, а он не понимает, он говорит, ты не понимаешь, это же подписчики, это же хайп, это же люди. А я смотрю свой телефон, и мне там люди пишут, типа, ты просто проститутка, эскортница, Джалаб, это на узбекском, типа, самое ужасное такое. Вот. И у меня было все, что было до этого дня и после этого дня. После этого у меня просто не было семьи, которая могла позвонить, которая могла сказать, типа, мама, пап, я вас люблю. Мне было очень сложно, и как-то я упала в депрессию, и просто не находилось очень долгое время. Ну, получается, с того момента вы не разговаривали с родителями, а как ты жила, на что ты жила? У меня были свои сбережения, и мы с Амираном потратили напополам все. И мне потом в этот день позвонила бабушка ему и говорит, пожалуйста, я тебя прошу сотрить эту фотографию, ты позоришь наше имя, он ее стер, устроил мне истерику, но ее стер. Но уже все, что было один раз выложено в интернет, это осталось в интернете. И потом в октябре, в ноябре все было нормально, он был в депрессии, но он пытался уже вернуться в Москву, он не видел разные возможности, потому что, я как понимаю, родители отрезали общение, наверное, у него там были какие-то хотелки, то есть он думал, что твои родители ему где-то помогут, в чем-то, как-то. Теперь, анализируя наши отношения, я думаю, что это было как-то так. И он в ноябре просто сказал мне, я еду в Москву поговорить с людьми в погонах, потому что он с ними хотел там наладить общение, а как я потом поняла, что это все было блеф, что на самом деле он просто поехал тусить, а у меня на тот момент, потому что уже были такие моменты измены и так далее, и так далее, я... В каком смысле? Ну, то есть, ты знала, что он тебя изменяет? Ну, я знала то, что он там очень много говорил о том, что он хочет пойти тусить и так далее, и так далее, и когда мы в феврале расстались, потому что он пошел тусил, как бы один момент такой был. У меня уже была паранойя, я просто проверяла его соцсети, и... Он говорил, что ты следила за его геолокацией, геолокацией, и так далее, и так далее. Я пыталась его контролировать, я пыталась читать его сообщения, его геолокацию, а он пропадал в стрип-клубе, а я такая, а я знаю, что он стрип-клубный. Не геолокация, у меня просто был его Apple ID на моем телефоне, и я, как если каждая девушка, наверное, была в таких отношениях, где у вас горький, и ты не можешь без человека, и ты не можешь с человеком, у тебя созависимые отношения, ты как наркотик к этому, типа, хочешь копаться, 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 и он уехал, оставил его телефон с его Apple ID. Я видела все эти переписки с этими эскортницами, и у меня просто был какой-то шок. А в этот... Это ты когда это увидела? Это в ноябре, в ноябре. То есть до этого у тебя не было никаких мыслей о том, что он может гулять? Да нет, он просто поехал в Москву, он без самолета просто поехал в стрип-ку. Я имею в виду, когда вы в Лос-Анджелесе еще жили, то есть там не было никаких мыслей у тебя о том, что он может гулять или кому-то писать? Нет, был момент в феврале, когда он просто пропал, и у меня была истерика, и я вот вернулась к родителям. Кроме этого, других моментов не было. А потом, когда это произошло, мы же арендовали дом, человек, которому мы арендовали дом, он начал просто тупо стройку на нашей крыше, и у нас крыша просто начала падать, то есть Амиран уехал, оставил меня с собакой, и такой, типа, я в Москву на недельку разобраться с вопросами, а на самом деле он уехал навсегда. И он такой, мне звонит через два дня, я такой, Маша, думаю, я здесь останусь. Давай жить на двое, два города. А тут у меня крыша ломается, потому что просто этот оунор начал делать ремонт. У меня такое состояние подвешено, я не понимаю, что происходит, я не представляю жизнь без человека, а родители со мной не общаются. Я решила поехать за ним в Москву, как любая отчаянная другая девушка. Ты ему об этом сказала или он тебя позвал? Нет, он мне сказал, давай жить на два города. Я говорю, я не хочу жить на два города. Он говорит, ну тогда приезжай в Москву, собирай вещи и приезжай. Я переезжаю в Москву, Амиран меня забирает с репорта, и он все снимает на камеру. То есть, это не выглядит так по-человечески, это выглядит, как типа а-ля игра на публику. Мы едем в машине, мы ругаемся, он такой, что-то так быстро приехало, какие-то там личные дела. Мы приезжаем, я захожу в квартиру, я вижу женские вещи. Я такая, что, кто здесь был до меня? То есть, я этого всего не знала. Оказывается, у него были съемки субы, день до этого, он тусил всю ночь с запрещенной препаратами, с проституткой какой-то и так далее, и так далее. И я об этом узнал уже постфактум, наши общие друзья нам сказали, просто я в тот момент этого не понимала. И я приезжаю, говорю, а что это, кого вещи, что это происходит? И он берет, мне говорит, соткнись, типа, это мой дом, будем жить по моим правилам. И он берет, меня начинает толкать, и я падаю. И это первый раз, как он мне поднял руку. И я такая, типа, что? И я, типа, говорю, ты что, с ума сошел? Я его толкаю обратно. И тут он просто взял и мне как-то повторил по лицу. И у меня был шок, я не понимала, что делать, и я просто ушла в комнату, я рыдала, и я заснула. То есть это была первая ваша, по сути, встреча после расставания? Это была первая встреча, и он, как я понимаю, был на, я не знаю, как это можно назвать, на отходниках. У меня есть видео, у меня есть фотографии, потому что я, а в этот момент со мной даже бабушка перестала общаться, потому что она говорит, ты сейчас рушишь свою жизнь, переезжаешь в Москву ради человека, который этого не стоит. Со мной просто никто не общается, у меня финансовые возможности все меньше и меньше, потому что сбережения все меньше и меньше, то есть обучение у меня оплачиваемой моей семьей, то есть как бы это все под контролем, но все равно, знаете, деньги, на которые жить, я такая думаю, что мне делать, типа у меня безвыходная ситуация, я остаюсь с ним в этой квартире, и просто начинается какой-то ад, какие-то гулянки. Подожди, но он тебя ударил, ты пошла поплакала, и что дальше? Я пошла поплакала, я заснула, и он потом приходит с цветами, просит прощения, и говорит, пойдем, сейчас будет у нас встреча. То есть он типа попросил прощения? Он типа попросил прощения, типа ни в чем не бывало. А ты что? Я такая типа, ну встреча так, встреча как-то, я просто была в шоке, я же говорю, с того момента, когда он выложил ту фотографию голой, до Москвы была в депрессии, в дичайшей, я просто, мне должны были прописать антипрессанты, потому что я просто не думала о завтрашнем дне, я просто думала, как выжить сегодня, и что мне делать. И вот потом мы пошли на встречу, я поняла, что он просто меня начал звать на эти встречи как красивое лицо, он хотел работать с Газпромедиа, с Inside People, но, слава богу, эти люди, к счастью, у них есть мозги, и они с ними работать не стали. Ты его встретил, он был другим человеком, как ты говоришь. Он был совершенно другим человеком, это был его город, он такой крутой парень, импозантный, он идет по улице, люди с ним фотографируются, для меня это был совершенно другой Амиран, я вообще не понимала, что происходит. И он пропадал, он, это было, это было какой-то, это был какой-то ад. А в какой момент ты стала за ним следить? Он стал говорить, что ты проверяла его геолокации и читала его сообщения? С самого начала, я же говорю, у меня был телефон, в котором был Apple ID, еще с Америки, то есть это было все. И получается, с того момента ты уже была в курсе того, что у него происходит в жизни. Я просто пыталась как-то выйти из этих отношений, но я не знаю, если другие женщины, ты мне говорила, что ты была тоже в каких-то таких, конечно, не в таких ужасных отношениях в юности, но это не очень сложно выйти из этого. Это как наркотик какой-то, которому ты просто, типа, ты не можешь без человека, но при этом ты с человеком понимаешь, что ты себя убиваешь. И это было ужасно. Но, слава богу, теперь я в порядке. Ваши отношения поменялись как-то? Да. Как ты сама ощущала? Я просто ушла в себя. Я как-то... Он меня звал на эти ужины, где я должна была сидеть, улыбаться, выпрашивать для него деньги своим лицом, типа, это было так унизительно, потому что я никогда этого не делала в своей жизни. Подожди, но он тебе сказал о том, что, Маш, я тут пытаюсь сейчас сделать заново карьеру, помоги мне. Он мне даже меня оговаривал. Ты должен, типа, знаешь, он там шел своим планом, а я просто как... То есть он тебе даже не сказал... Как собачка. то есть он тебе даже не сказал, что он хочет и как он хочет. если бы меня поставили в курс дела, тогда бы я такая, окей, давай то-то, 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 то-то. Но он пытался вернуть, как бы... Свою репутацию, свою карьеру, но у него, к сожалению, это не получилось, потому что люди все-таки... Москва маленький город, это деревня, все друга знают, все знают, что и как. На чьи деньги он снимал сейчас вот этот шоу? Блин, я не хочу так... Это его личные какие-то дела, я не знаю, на кого деньги он снимал. Вроде на Синькова или на что-то. Ну, то есть это не государственный бюджет какие-то, да? То есть не его какие-то старые связи с... Нет, это... Мне кажется, он работает с ВК или с Синьковым. Я же опять говорю, люди, которые работают в мэрии, мне кажется, уже поняли, что это за человек, и они с ним не хотят иметь ничего общего. В какой момент у вас начались проблемы в отношениях, такие уже глобальные, где ты поняла, что вы, скорее всего, не сможете быть вместе? Когда он пытался, большим словом, пытался меня как-то не показать запрещенные вещества и так далее, и так далее. То есть он предлагал тебе наркотики? Yes. Yes, 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 yes. Когда я училась в школе и в университете в Америке, в Европе, потому что я уже жила в Женеве и в Калифорнии, марихуана, она легальна, и трава легальна, и все курили это вокруг меня, но мне это не интересовало, потому что они все очень глупо вот так вот выглядели и просто кушали, а я пыталась похудеть на тот момент, то есть как бы это нелогичная ситуация, вот, и как бы ни было мое, и для меня, типа, наркотики всегда были зло-зло-зло, но я знаю, как это работает в Москве, вот эта московская тусовка, холод и так далее, и так далее, я знаю, что это одна грязь, и когда мне человек начал вот втягивать в это все, я просто поняла, что это типа о-о, что-то вообще не так, и тут я написала со своего телефона, я говорю, пап, вот так вот так, пожалуйста, помоги, пожалуйста, я просто потеряна, я в депрессии, я дура, я была не права, я сделала все просто не так, я выбрала не того человека, и мой отец такой, типа, Маша, что же тут ты делаешь в своей жизни, и я потом поехала в Ташкент, потом очень сильно мне помогли Маша, Саша, и такие вот, подожди, давай вернемся все-таки, тут немножко непонятно, значит, он тебе начал предлагать вместе с ним употреблять наркотики, ты как бы не хотела этого делать, и ты вообще испугалась, как я понимаю. Я не то чтобы испугалась, я просто подумала, куда я качусь, потому что я люблю этого человека, я его люблю всей своей душой, и даже, мне кажется, через лет 40 или 50, когда я буду старой, я буду его вспоминать, типа, не так, что это типа плохой человек в моей жизни, нет, это офигенный опыт, это человек, который меня сделал той девушкой, которой я являюсь сегодня, я знаю, как себя вести, когда я говорить нет, когда говорить да, знаете, свои вот параметры, то, что я готова делать, то, что я не готова делать. Это то, что мы с тобой говорили, что каждая хорошая девочка должна повстречаться в своей жизни с плохим мальчиком. И меня это опустило на землю, потому что я летала где-то в облаках, и я не понимала, что это такое Жизнь настоящая Жизнь, когда ты зарабатываешь деньги Жизнь, когда ты выпрашиваешь у людей Деньги на разные проекты Я не понимала, что это такое Потому что я всегда жила Благодаря своей семье Спокойной, беззаботной жизни Я очень благодарна за это То есть у меня Никогда не баловали меня Но у меня никогда не было такого Что я не знала, что я буду кушать завтра А когда ты находишься в отношениях с человеком И ты понимаешь, что у тебя родители с тобой не общаются Финансы и возможности у тебя кончаются Что мне делать? Уходить некуда Ты в другом городе Я в Москве ни разу до этого не находилась Я говорю на русском языке с ошибками Я плохо пишу даже Но для меня это совершенно другой город Я доверяла людям И потом у меня такие говорят Этим людям лучше не доверять То есть я делала шишки, как говорится Набивала свои шишки и училась Как ваше расставание произошло? Да блин, это был какой-то ужас Я еще в этом во всем осталась виноватой Потому что я поехала в Узбекистан к своей семье Потому что я поняла, что это просто какой-то ужас То есть ты хотела сбежать? Я хотела сбежать Я хотела сбежать, я вроде как налаживала контакт с своими родителями Со своей бабушкой И я хотела просто сбежать Я убежала в Узбекистан И он еще мне сделал виноватый Он такой говорит Типа сиди там Типа тухни там Я такая, ну ладно И как он мог тебя сделать виноватой? Типа ты его там бросила Одного оставила в Москве Я бросила его одного в Москве Поехала, типа, жить своей жизнью беззаботной Как он сказал на тот момент Подожди, но ты на тот момент Вы уже расстались, получается? Мы не расстались, но это было просто подвешено в состоянии Я просто сбежала Потому что у меня не было сил воевать с человеком У меня не было сил выяснять отношения Я его боялась, потому что он был агрессивный Ты не представляешь У Газпром Медиа был корпоратив новогодний Я пошла в Сорель Потому что наша общая подруга Позоветовала купить там платье Я взяла платье Я не люблю свои плечи Потому что у меня довольно-таки они большие Я за бодипозитив, за все это Но есть некоторые какие-то вещи, неудобства Вот, я одела пиджак И он говорит Маша, ты не можешь одевать на такие мероприятия пиджак Я говорю, почему? Он говорит Потому что там все будут в классических платьях А ты будешь в пиджаке Это ужасно И он просто начал меня этот, как это будет? Раздевать? Нет, трясти И у меня платье поломалось Потому что мне пришлось пойти потом в Сорель на следующий день И говорить У меня новое платье, у меня лямка поломалась Потому что когда он меня толкнул против стены У меня это все У меня вот так рука поднялась А платье было здесь довольно-таки тугое Оно у меня поломалось Это было такое Ты понимаешь, в каком аду я жила Но при этом на следующий день он приходит И такой, типа, ни в чем не бывало И мы такие Ну давай фильм вместе посмотрим Прям я такая, я сижу и такая, что происходит? Подожди, ну ты хоть раз с ним просто разговаривала Я не говорила ему Амиран, что с тобой происходит? Почему ты так себя ведешь? Ты был таким Говорила, но он меня не воспринимал за человека Ты понимаешь, он мне просто Когда он понял, что у меня нет этой власти Что у меня уже Это не моя страна Это не мои знакомые Я здесь никто Я простая девочка Маша Сурал Маша, как говорится Да, как простая Маша И он просто понял, что я ему не нужна И как бы со мной обращался Как с любой другой девушкой С которой была до меня Просто мне кажется, что другие девушки Им некому было это все рассказывать А я довольно-таки уже набрала сил Я говорю, я расскажу все как есть Ну, как будто бы ты просто ему уже мешала Немножко в Москве Жить его привычной жизнью Да, я не могла вести эти переговоры Потому что для меня это было настолько дико Обманывать Что-то выпрашивать Я просто сказала, что я не могу это делать Я просто, наверное, больше вреда А он тебе не предлагал помочь, там, не знаю Раскручивать, например, тебя И на этом как-то тоже зарабатывать Он не хотел, чтобы я была знаменитой Это же завтра вот происходит все это То есть тебе человеку даешь голос И потом происходит все это Почему ты решила записать вот то самое видео В котором ты его обвинила в абьюзе В краже твоих украшений Причины нашего расставания были абьюз Физический, эмоциональный И многое другое О чем я не хотела бы Как бы говорить публично Потому что я еще это до конца не прожила И вообще сказала, объявила о том Что все, у вас ничего нет общего больше Потому что Накипело, мне кажется Потому что он сделал интервью С двумя ребятами Где он сказал, что мы расстались Потому что она малолетка Потому что она там Ребенок Это не так Немного ей стать Помудрее, поосознаннее И все будет классно Но опять же, претензия Проблема не в ней А просто вот По факту разница в возрасте Когда этапы некоторые в жизни Для меня Переходные Для меня воспринимаются тяжелее Чем для нее И вот на этом В этот момент Мы друг друга сильно не понимаем Я думаю Я посмотрела Мне кто-то это отправил Я посмотрела кусочек Я думаю, что за бред Какая малолетка Давайте рассказывать все как есть И мне в тот день Что-то я накрутила Я накрутила Я думаю, да, я давайте расскажу Я выложила этот ролик И мне потом мои друзья сказали Маша, ты что-то Не надо в эту игру играть Ты уже отпустила эту ситуацию Я говорю, да нет Мне до сих пор болит Я до сих пор на тот момент Хотела, знаешь Как-то дать ему шанс Может быть Просто Он просил этого шанса Он тебе писал Он как-то пытался вернуть Нет Но ты просто его любила И хотела, чтобы он вернулся Я хотела, да Я хотела как-то рассказать И при этом как-то зацепить Что-то В общем, какое-то внимание К себе привлечь Хотела, чтобы он услышал тебя Да И что он Как он отреагировал Он отреагировал Как любой человек Который Попа горела Он мне написал Позвонил И мы с ним поговорили По-человечески Он мне сказал Прости, Маша Я тебя никогда не любила В Лос-Анджелесе Мне просто было удобно На тот момент Быть с тобой в отношениях Потому что ты хорошая девочка И это все Что мне нужно было услышать Потому что все Что я догадывалась То, что было на самом деле Мне просто было важно Это услышать от человека Я был дурак Я был неправ Я теперь понимаю Насколько ты как бы Стала сильная Давай увидимся Как это он узнал Вдруг, что ты стала сильная Пока тебя не было По этому видео Он мог понять Что я типа Повзрослела Повзрослела И давай с тобой Увидимся, поговорим А я так летела в Дубай Потому что Я подготовилась К Каннскому фестивалю Я полетела в Дубай Встретилась с Амираном Мы поговорили И все было настолько фальшиво Не по-настоящему Что мы записали этот ролик Он меня просил Прямо Каждый день У меня теребоньку 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 Мы записали этот ролик Он говорил Маш, давай запишем Чтобы ты немножко Давай чистим Мою репутацию Потому что ты Сделала такое Очень большое Климо на мне Давай чистим Эту репутацию Это несправедливо Ты переборщила И так далее Я такая Ну ладно, давай Как это твое видео Как оно повлияло На его репутацию То есть я имею ввиду Он лишился Каких-то контрактов Каких-то Он сказал, что люди Которыми он работает Это им не понравилось И то, что Обвинять человека вором Это как бы Это его очень сильно Как бы Ну понятно, что Его репутация пострадала Но это конкретно Как-то отразилось На его, не знаю Работе На каких-то проектах Быть на питерском форуме Там что-то делать Но он там не был Ну то есть Как бы такие вещи Мне кажется Да, это Как он мне сказал Большим дяденькам Большим дяденькам Это не нравится Я сказала Ну ладно Хорошо Я тебе сделал Мне было на тот момент Его жалко Потому что он правда Как я на тот момент Подумала Понял, что он был неправ То, что он мне сделал больно Что он правда Извиняется за это все Но он просто Очень хороший Инфлуенсер Как говорится Он очень хороший актер И он Хорошо сыграл эту роль То есть он просто Сыграл специально Чтобы ты ему помогла Восстановить эту репутацию Записали вы вместе Это видео Но в тот момент Вы еще не помирились Не помирились И потом я записала Другое видео Где говорю Ребят, мне его было жалко Вот такая вот ситуация И потом я поехала в Москву А зачем ты в Москву поехала? Почему я поехала в Москву? Потому что я тогда жила в Москве У меня там была квартира У меня там Маша и Саша Которые замечательные ребята Которые мне так сильно помогли Когда я была в этой депрессии И опять я Их подвела Потому что я вернулась к нему Второй раз И я не должна была Их вмешивать в наши отношения Но просто они такие Хорошие друзья Которые вот прям Знаешь, вот когда мне было плохо Они мне прям за спину Вот так вот гладили И говорили Маша, у тебя все хорошо И они в какой-то степени Когда я не общалась с родителями Мне заменили моих родителей Я за это им очень благодарна Потому что я не знаю Другую пару Которая могла бы сделать то же самое Они меня там приютили Нашли мне квартиру в Москве Помогли с контрактами По рекламе То есть они прям реально Вот очень хорошие ребята И я дико перед ними извиняюсь За то, что я как-то подвела их Подожди, ну это твоя жизнь Я думаю, что они это понимают Что они как бы не могут К сожалению, знаешь, влиять на все Но ты говоришь о том Что ты вернулась в Москву В какой-то момент Вернулась в Москву И он мне написал, написал, написал Я к нему пришла в квартиру Мы поговорили Подожди, а зачем он тебе писал? Типа давай встретимся и поговорим Давай встретимся и поговорим Я был неправ А, то есть он пытался тебя вернуть? Он пытался меня вернуть Потому что мне кажется, что то видео Которое мы сделали Было недостаточно для его репутации Мне как кажется Ну теперь на данный момент На тот момент я правда думала Что он как бы был неправ Он прям очень убедительно это делал Мы с ним поговорили Я улетела в Каны И по возвращению с Кан Он мне встречается с этим балаганом И как бы С камерами С камерами В аэропорту Что было сюрприз И опять я выгляжу Какой-то Как это называется? Хапажор Я такая Что происходит? То есть ты не ожидала его там встретить? Нет, вы понимаете Я не хапажор по жизни Я не люблю Я наверное уже понимаю Как работает хайп Но я не люблю хайп Я не просыпаюсь каждое утро Такая типа Хайп Лайки подписчики Да-да-да Давай-ка я придумаю Что бы сегодня сделать Чтобы хайп словить Вот И он-то значит Тебя встречает с этими камерами Вы садитесь в машину Все там снимаете Потому что целое видео есть Я даже не поняла Что передо мной Настояла камера Потому что я с ним говорила Потом такая Ой, а здесь тоже камера И вот в тот момент Вы поговорили Когда вы ехали в машине И что дальше было? Потом мы приехали К нему в квартиру У меня было два чемодана Он такой Ну Маша Давай дадим этому второй шанс И я такая Почему бы нет? И короче Мы правда дали Этим отношение второй шанс Я очень скептически К этому относилась Но даже Я когда пригласила Свою подружку На обед с нами Он говорит Маша, он тебя любит Он прям Везет себя как мужчина Который тебя любит Я говорю Точно меня любит Потому что я как бы Не уверена в себе За свои комплексы какие-то Да, любит, любит Я говорю Ну хорошо Значит я Как бы возвращаюсь К человеку Который Хоть какой-то урок Из этого принял Девочки Я такая дура Я не знаю Он заплатил всем Возможно СМИ Чтобы они это афишировали Что мы вместе Что мы пара Что у него репутация Очень хорошего человека Мне просто об этом Пиар-агентство Пиар-девушка Которая этим занимается Она это выложила На своем инстаграме Что типа Смотрите Мы распространили историю То что Маша и Амиран Вместе Столько публикаций Я такая дура И вы как-то обговорили Что вот Давай мы попробуем Но вот Мне важно Чтобы ты Не знаю Меня поддерживала А мне важно Чтобы ты там На меня не кричала Например В этот раз У нас правда Были настоящие разговоры То есть мы прям Обговаривали некоторые моменты Я ему говорю Что типа Если ты хочешь там Тусить Делай это так Чтобы я об этом не знала То есть не хочу об этом знать Я не хочу вообще То есть делай свои дела Давай если двигаться вперед Давай двигаться как пара Давай работать вместе Там Мы пошли вместе на ВК фест Я говорю Я готова это все делать В этот момент Мои родители опять были в шоке Потому что они такие Ты только типа Нам говорил Какой этот человек ужасный А ты опять к нему вернулась Мои друзья были в шоке И я такая Хорошо Я выбираю тебя И вот я вкладываю То есть тебя никто не поддержал Меня никто не поддержал Они сказали типа Ну давай набивай шишки Мои друзья Они просто пересылали другу Наши видео И просто смеялись И мне теперь об этом рассказывают Вот И Ну я была готова Вот дать свои все сто И прям вкладываться в это во все В какой момент он тебе предложил Сделать эту шоу Программу Мужской взгляд А это у него было уже запланировано До того как я была в Москве Это у него было запланировано Когда я была в Каннах Потому что он уже встречался с авторами Но я не знала Что будет обговаривано На этой программе И ночь до этого Мы сидели с ним вместе В зале И он меня просто подготавливал Если вы посмотрите Ютуб ролик Это психолога одного Который сделал Лина Дианова Да Вообще это очень похоже На то как мыслят жертвы абьюза Они думают Я плохая Поэтому со мной плохо обращаются Она сделала обзор Все что она говорит Так и было То есть в плане того Что он просто сидел Со мной вечером до этого Изубрил Что я должна была говорить Ну понятно Он значит тебе тогда сказал Что вот давай Очистим мою уже репутацию окончательно И как мы будем жить И будем двигаться вместе То есть мы будем двигаться вместе Мы будем работать на ВК Делать там разные вещи И так далее Я говорю окей давай И Но это было еще как-то связано С тем что у него провалилось Все таки вот это его шоу Я не гей И что ему как-то нужно было Что-то другое делать Ну а он еще твич завел И там пытается делать какие-то эфиры И ты тоже ему собственно В этом помогала Потому что в некоторых из них Ты участвовала Такая грязь Ну да Но ты на это все соглашалась Соответственно Потому что ты просто его любишь И хотела его поддерживать Да И если честно Я просто была рада Что он чем-то занялся Потому что когда он выпустил Какой-то опять очередной Свой выпуск на ютюбе Это у него не зашло А для Льва Потому что он лев по гороскопу Это очень как бы Сильно его как бы Жрет изнутри Я решила его поддержать И он взял этот компьютер Который ему привезли с Америки Сел за него И начал как бы Делать этот твич Я такая заходила Я понимала Что это игра на камеру Надо там типа Вот так вот как-то там Уделываться И я это делала Вроде как у него получалось А потом Как он поступил Последний раз Это было просто уже Омерзительно Уже Вот планка Откуда ты узнала Что он спал С этой экспортницей Ну потому что ты Получается У тебя есть какие-то доказательства Которые подтверждают То что он спал С какой-то девушкой У вас дома И потом же Ее пригласил Нет Не у нас дома Мы Мы попругались В пятницу Потому что уже Дела шли никуда Я не видела сути В том чтобы Строить у себя Какую-то пару Потому что Мы как бы Ну Уже не видим С глазу на глаз Мы уже Довольно-таки Я ему давала Очень много шансов Я понимаю Что это уже Не мой человек Но я его очень не люблю Но это не мой человек Я себя убиваю Ну вот когда вы сидели Под камерами Записывали этот проект Мужской взгляд С Амираном Сардаровым И когда его спросили Ну ты ее любишь И на это ответили Я ее боюсь Для тебя не было Это какого-то С звоночком Ну для меня Это была типа Аля шутка Игра на камеру Потому что Амиран дома И Амиран на публике Это два разных человека Ты же сама Наверное когда ты дома Это очень спокойный человек А сейчас ты как бы Работаешь Это то же самое Да Но такое ощущение Что он всегда себя ведет так Что ты как будто бы Его раздражаешь Может так и есть За кадром Ну за кадром Это тоже ты ощущала Или ты только в кадре Это видела За кадром я ощущала Как сильно человек Просто потерялся И как он просто Пытается что-то делать Чтобы найти себя И мне его очень жалко Я вот в этот раз Когда я к нему вернулась У меня была жалость У меня не было Такой большой Знаешь Любви сумасшедшей Мне просто было его жалко Я хотела ему помочь И в этот раз Нет такого не было Что я его раздражала Мне кажется Более Что мы друг друга Уже раздражали Потому что Никуда это шло И вот в выходные До того Как он пригласил Эту девушку на Твич Мы с ним поругались Он ушел в запой И с пятницы на субботу И Он был в отель Как я понимаю У него достаточно часто Это в последнее время происходит Он ушел в отель А я пошла с ребятами На открытие клуба Тимати Флавы И я возвращаюсь В 30 ночи домой И в этом нету И я смотрю А он там в отеле У него второй телефон Был там в отеле И я такая Ну супер Короче И деньги отправлены Какой-то по линии Я такая Замечательно, ребята И смотрю на его инстаграм Его собаки И он подписался на его инстаграм И я такая Вау, гениально Я такая думаю Ну ладно Фиг с тобой Типа На следующей неделе В кафе Пойдем на этот В кафе Соденемся красиво После этого Уже как бы Хорошо Подружески Разойдемся Просто я хотела Как-то знаешь Вот я уже настолько Далеко зашла с человеком В этом публичном Каком-то Копании Что если Например Уже как-то Хотелось довести Какой-то точке И кончание Я такая Ну ладно И он возвращается Домой На следующие сутки И мы узнаем Что наш друг Максим Он Этот Парашютист И он Занимался Бейсджампом В Женеве В Зюрихе Где-то В Швейцарии И упал Насмерть И он был Очень хорошим Нашим общим другом Амиран с ним Первый раз Прыгал с парашюта Меня он Очень подержал Когда Мы с ним Расстались Он со мной Встретился Тоже Меня высушивал И Для меня Это было Очень Как-то Такой Важный Момент И я Плакала Мы оба Плакали И это Как-то Нас Сплизило Ну как-то По-дружески В этот раз Я такая Ну ладно Давай Давай опять Дадим нашим отношениям Шанс Почему бы Нет И Короче Все Потом Начал стримить И он Просто сидел За этим Компьютером Говорю Ну ладно Пусть он Дома Хотя бы Он сидит Хотя бы делом Занимается Я буду снимать Тик-Токи И вот Я в этот день Когда уже Последний день Наших отношений Пошла снимать Тик-Токи С девочками Вернулась домой Он сидит Со своим другом С которым Он был В те выходные Я другу говорю Ну что Последний раз Когда я видела Тебя Мой муж Там переспал С девушкой Он такой Отшутился Ха-ха-хи-хи На этом было все Я ухожу на ужин И мне пишут Маша Проверь твич Там какая-то Проститутка Проститутся с твоим мужем Я захожу Он отвечает Это та девушка С прошлого выходных В моей квартире Где мои вещи Мое гнездышко Мой дом Моих драгоценностей Ё-моё Я на это все смотрю Я такая думаю Что за ужас И мне просто Начинает все трясти И это выводит Меня просто из себя Какое неуважение Я ему звоню У меня мат-перемат Я сама себя не узнаю Когда я в отношениях с ними Я падаю на такое дно Что Как бы Я не я Меня вы Меня вы Да все Гудья выпроваживает Ее Это его подруга Успокойся Она уходит И я начинаю Я такая мат-перемат Что это Кто это Почему это И я Он быстро Ее уводит Как я вижу Потом на стриме Они там смеются Во-первых Это самое унизительное И потом говорит На тем что ты звонишь Да На труда И они это высмеивают И потом такой Жена едет Давай И она уходит И она это все смотрю Я говорю Это реально Это сейчас реальная жизнь Я приезжаю И я очень извиняюсь дико за это Я этих двух пацанов Которые там сидели Послала на три буквы Я говорю Уходите из моего дома Пожалуйста Глянь осуждаю Пошли из моего дома Вот так вот всегда Я тогда просто не могла контролировать свои эмоции У меня просто Я так думаю Мы вроде договорились Мы вроде там Проекты у нас впереди Мы должны с тобой делать шоу вместе И ты так типа Что за бред И вот это все А я решила На тот момент Я сказала Хайп-хайп Ладно Хочешь захайпиться Давай захайпимся Давай захайпимся Я так даже искала на видео Говорю Будешь хайпиться на своем твиче А давай я лучше это тоже сниму У себя на прямом эфире На прямом эфире Ну какого хера звать девушку С которой ты спал Когда твоя жена Я ни с кем не спал Дура Я это сделаю И все И после этого Я два дня Наверное от этого всего Отходила Рыдала И потом поняла Что все Надо руки в ноги Как бы я сильно человека не любила Надо любить себя больше Надо идти вперед И все Точка Точка есть точка Я Мне кажется Всегда буду У меня будет место В моем сердце для него Потому что Благодаря ему Я из ребенка превратилась в девушку Это супер И это опыт И он Он неплохой человек Он просто очень потерянный человек Очень запутанный человек Как вы точку поставили? Мы расстались так Что я ему сказала Мы летали вместе в Америку У меня виза была школьная Она перешла на замужество Я попросила полететь со мной в Америку Чтобы это все поменять Чтобы довести дело до конца И так далее И так далее Вот Потому что у меня учеба заканчивается в этом году И я хочу прежде летать в страну И я потратила деньги все на эту поездку Я попросила, чтобы он мне возместил хоть часть денег Потому что мы покупали подарки его друзьям Я попросила, чтобы он мне дал деньги за это Покупали подарки за твои деньги Да, его друзьям в Америке Потому что его русские карты не работали Но я говорю Возьми, пожалуйста, деньги за эту поездку И давай Этот Что я? А давай просто разойдемся Дай мне квартиру до 30 июля Я заберу все свои вещи Там поночую где-то Мне без разницы Я заберу все свои вещи И уеду Он такой, окей И вроде как мы разошлись нормально На что он сейчас живет? Какие деньги? Я не знаю У него там есть свои безбережения И деньги Он крутится Он всю жизнь крутился Он сам сделал себя Ну твои деньги Нет, твоих денег там вообще нет У меня Я вообще Живу у друзей дома Я бедный студент сейчас Получается, что Вы тогда договорились Ты съехала И все Вы с этого момента не общались Я ему написала Недавно на днях Так как У одного члена моей семьи Была проблема с здоровьем А он Говорил всегда Что он этого человека Очень сильно уважает Я ему написала И сказала Типа У этого человека Проблема с здоровьем Было бы приятно Если бы ты ему написал бы сообщение Ничего не ответил А с днем рождения Ты его поздравляла? Поздравляла И что, он ответил тебе? Да Он сказал Спасибо огромное Я сказала Удачи тебе Ну это точно точка? То есть Если он завтра тебе опять позвонит И попросит тебя вернуться Это точно точка Это точно точно точка Если девочки Я не знаю В какую камеру обращаться Вот сюда Если вы хотите знак О том, что Вы должны уйти Из этих токсичных отношений Это для вас Очень хороший знак Даже если вы любите человеку Даже если вы Хотите ему давать шансы Но вы видите Какое на самом деле Если он показывает Настоящие свои краски Просто поверьте ему Потому что Нет смысла Как бы давать человеку Шанс за шансом Потому что потом Он просто будет о вас Вытирать ноги Я надеюсь Что это для всех Очень хороший урок И как бы Показатель того Что это произошло со мной Это происходит Со всеми женщинами Ну со многими женщинами Я кстати видела Что ты в инстаграме Когда о чем-то подобном писала Очень много девушек Откликнулось Очень много И мне кажется Что ты со своей историей Действительно можешь Кому-то помочь Действительно выйти Из токсичных отношений Потому что К сожалению Это Это очень Это у меня сейчас Я работаю над Двумя проектами Один в Узбекистане Один в России Я помогаю Организации Ты не одна в России И не молчи Уз в Узбекистане Это две организации Которые Помогают женщинам Которые были В абьюзивных отношениях И я хочу двигаться дальше И помогая девушкам Потому что я понимаю Насколько это важно И насколько поддержка В таких ситуациях Очень важна Потому что Если бы у меня была бы На тот момент Поддержка моей семьи Мне было бы намного легче Я понимаю Что у многих людей Такая же ситуация Где у них нету никого Кроме своего любимого чайка И они просто дают шанс За шансом Верят Глупо Некуда идти Они очень боятся На самом деле Девушки Если вы действительно Столкнулись с такой проблемой Внизу мы оставим Обязательно адреса И контакты Этих фондов Вы всегда можете обратиться И вам там обязательно помогут Хочется поговорить Немножко про Твою семью Я просто анализировала Тебя и твою Эту историю И думаю Ну вот ты выросла Там благополучной семьи Ты была внучкой Президента Узбекистана Тебе было всегда Внимание приковано Внимание родителей И в 14 лет Ты по сути Становишься взрослым Потому что ты уезжаешь Ты начинаешь Самостоятельную жизнь Ты переезжаешь В Лос-Анджелес С родителями С родителями А я думала Ты сама переезжала Нет Я переехала с родителями Просто ты права В таких моментах Мне кажется Очень много семей Которые Где родители Оба работают У детей Есть все возможности Которые там О которых они могут мечтать Репетиторы Разные там Друзья Языки Все что какие-то Хобби И так далее И так далее Но тебе так хочется Как-то Знаешь Вот этого Внимания своих родителей Я очень благодарна Своим родителям За то что Они так сильно работали Чтобы я имела Ту жизнь Которую я имею То образование Которое я имею Потому что теперь могу С любым человеком На любом языке Не на любом На четырех языках Поговорить О философии О искусстве На любую тему Но Единственное что Да Правда Мне кажется Что вот это ощущение Что недолюбили Ну это так глупо Потому что Мне кажется У каждого человека Есть проблемы В своей жизни Мне хочется уже играть В эту Пожалейте меня Нет, ну подожди Ты сейчас обесцениваешь Свои чувства Это нормально Что ты могла Испытывать Вот нехватку Там любви И каких-то эмоций Мне показалось Что тебе просто Очень хочется Любви и внимания И внимания Прежде всего Своей семьи В том числе А вот Какие у тебя отношения Были с родителями В детстве Была строгость в том Что мне нельзя было Пользоваться соцсетями Но это было Чтобы защитить нас Как бы Потому что Многих Очень много людей В этом мире Которые наверное Не знаю Не хотели Там Причинить какой-то вред И наверное Из того Что у моих всех друзей Были соцсети Я так сильно хотела Тоже как бы Уявить инстаграм Сейчас я стала инфуенсером И мне кажется Это все так же работает С родителями у меня всегда Были хорошие отношения Они Мой папа всегда Приходил на все мои игры По теннису По волейболу И так далее Моя мама очень много работала Она просто работала Послом ЮНЕСКО в Париже А мы жили в Женеве Она летала И то есть да Наверное Какого-то общения Не хватило Но я тоже Я не представляю Как это Каково это было Родить ребенка В 21 год И Представляешь У меня сейчас 23 Я не представляю Как я могла бы сейчас Родиться с ребенком Который уже два года Ну вот Ты маленькая девочка Да Ты живешь На тот момент В Узбекистане Потому что Ты в 10 лет Только переехала До 10 лет Я так понимаю Вы жили в Пакистане Мы с мамой Жили в Ташкенте Потом мы С моим отцом Переехали вместе В Латвию Потом в Париж Потом в Швейцарию А потом уже в Америку То есть мы Как бы Каждые там 3-4 года Куда-то переезжали А что тебе говорили родители Какие-то ценности Тебе прививали Очень Семейные ценности Очень важные Но как вы понимаете Я это все В трамторары Отдала ради любви Но семейные ценности Мы очень много времени проводили Вместе Гуляли В парке Занимались спортом И очень много хороших воспоминаний Именно с моим дедушкой Потому что мои родители Мне оставляли с ним Летом И он мне всегда называл Своей любимой внучкой Потому что Он со мной проводил Больше всего времени И я ему очень напоминала Свою маму И то упущенное время Которое у него не было с ней Он Как бы Проводил со мной Компенсировал с тобой Компенсировал с тобой Фигуры И прям научил меня плавать Кататься на велосипеде Играть в теннис Даже за рулем машины Первый раз я сидела с ним Ну ты вообще понимала Что у тебя какая-то особенная семья Что вы не такие Как все остальные семьи Да Когда я переехала Только в Швейцарию Только тогда я поняла Что Ой А у меня правда Какая-то особенная семья Потому что тогда Я первый раз Столкнулась С небольшим таким буллингом И Но для меня это всегда Было норм На какой почве На почве того Что Моей мамой работала женщина В магазине В котором В котором Который она имела И У этой женщины была дочка И она просто делала Мою жизнь Там Адам Она там Мои голову в унитаз Упускала Сильнее тебя было Почему она это могла Она была Да Она была довольно-таки Сильная девочка Блондинка Она уже Кстати замужем Или она женится Никто-то рассказывал Недавно об этом Ну она твоя ровесница Она моя ровесница Да У нее мама просто Работала на мою маму Моя мама уволила ее маму Потому что она там Что-то своровала Я не помню точно детали Что-то своровала Что-то сделала не то И потом Эта девочка Она была Самой популярной девочкой На школе Она просто делала Мою жизнь Адом И это было Она тебе мстила Как бы за твою маму Как я теперь Как бы себя анализирует Все И мои друзья до сих пор Это вспоминают И говорят ужас какой Что ты это пережила Да Ну потому что У меня потом В какой-то степени Даже развилась анорексия Я не была Самым приятным Ребенком В детстве Потому что Как бы Что значит В какой-то степени Развелась анорексия Ну потому что Я перестала кушать Я всегда к еде Относилась так Что например Если все хорошо Я ем Если все плохо Я не ем Потом Это иногда поменялось То есть ты просто Перестала есть В какой-то момент И стала худеть Да А потом я То же самое Сделала с едой То есть Потом не стало плохо И начала это заедать Ну это пищевое расстройство Просто так или иначе Подожди Ну вот этот Вот момент Там девочка Тебя стала Там травить И так далее Ты как-то пожаловалась На нее Ты попросила помощи Пожаловалась родителям Но это ничего не изменило Они пришли в школу Пытались разбираться Но эти школы Я не понимаю Зачем сдавать своих детей В такие элитные школы Где преподаватели Ничего не могут с этим сделать Я Мне кажется За простые школы Потому что там Мне кажется Дети более Какие-то Не знаю Добрые Потому что Друзья Которые были в публичной школе Они таких Судей не рассказывали А там Мне кажется Потому что Опять Такое ощущение Недолюбленности Родители заняты Работают И дети Такие злые Ну сами себе Предоставленные Они как-то Типа выживают В этом мире Ты говоришь Что ты впервые Почувствовала Именно там Что у тебя Какая-то Семья А в каком смысле Просто там Мне сказали Типа Ты внучка диктатора Я для меня Такая Что Что такое диктатор Я мне пришла Проговорить Это слово Что происходит Я такая А я начала Читать эти заголовки Начала гуглить Своё имя Свою фамилию А то есть До этого ты не гуглила Ты не знала Ни разу То есть получается До 10 лет Не знала Что у тебя дедушка президент Ну я просто знала Его как дедушка То есть я Да у меня была охрана Вокруг меня Но я думала Что это Я не знаю Я была ребёнком Я была довольно-таки Глупой ребёнком Мне кажется Ну то есть Ты просто не понимала Что как бы Это что-то особенное У всех должно быть Да я просто У меня Мой охранник Мой лучший друг Я думала у всех Так типа Мне сказали Вот тебе Саша Он тебе будет показывать Фокусы Ты будешь Время проводить И вот я с Сашей Бегала по улице На роликах каталась Довольно-таки Простое Деся Как у моих других друзей Я просто не знала Что может быть по-другому Ну всё равно Какие-то были Особенные ограничения Ты не чувствовала Ребёнком Тебе не говорили Тебе нельзя Потому что ты там Внучка Ты должна вот Вести себя Определённым образом Как-то Ну вот Что тебе говорили родители Нельзя открывать окна В машинах Это опасно Ну как бы такие вещи Мне кажется Там целые пункты Всего проживания Но это благодаря этому Мне кажется Такая какая я сейчас Да Вот мне интересно Какие вещи тебе говорили Что тебе было можно Что было нельзя Там общаться С какими-то людьми Не доверять Слишком сильно людям Не открываться Потому что Все что-то от тебя хотят Не уходить никуда одной Всегда у тебя человек с тобой Ну ты к этому привыкаешь То есть ты не знаешь Ничего другого Ты вы Я родилась В таком окружении Я не знала Каково это Быть Ты могла друзей домой приводить Нет Не всех Они должны были быть Там Как-то Родители должны Были проверять Нет Я никогда Мне нельзя было Ни у кого спать Дома Никогда Ни ко всем Могла ходить в гости Мне кажется Первый раз я в гости Пошла к друзьям В 12 лет Да То есть до 12 лет Ты просто В принципе Я ходила Не знаю В школу И возвращалась домой Да У меня То есть Я здесь встретила С подружкой Эстер Она моя соседка была Она жила подо мной В Швейцарии Мы жили в квартире В комплексе Она до сих пор там живет Она прям Такой одуванчик Мы вот к другу бегали в гости Это был мой единственный друг И как-то У моих всех друзей Было очень много друзей Не в школе То есть они у них там Разные там плавания Не плавания А я просто там Домой Школа Хобби Домой Теннис Школа То есть как же У меня не было такого Что у меня Друзья Моего возраста У меня всегда там были Тренера Охранники Учителя И так далее Твоя тетя Гульнара До сих пор сидит в тюрьме Ее около 8 лет назад Посадили в тюрьму И я насколько знаю Твои родители с ней не общались На тот момент Ты писала где-то о том Что с той сестрой имам Ты не виделась 8 лет Причина тому Была то Что ваши родители не общаются Правильно? А сейчас вы общаетесь С сестрой Да Мы вот сейчас планируем Де рождение нашей бабушки Оно будет послезавтра Это так круто Потому что у нас Столько много упущенного времени Это так глупо Когда мне кажется Дети входят во всю историю С взрослыми людьми С родителями Потому что Я очень сожалею о том Что я не знала О ее первых отношениях О ее первых синяках И так далее То есть как бы набитых Да, да, да Понятно Английский иногда Ну а родители тебе Уже разрешают общаться? Да, конечно После таких отношений Они такие Ну уже ладно Уже ладно А сейчас что с Гульнарой? Я очень сильно За нее переживаю И переживаю За свою дворную сестру Больше всего Потому что я вижу Как сильно Это ее ожирает Я не могу представить Каково это Когда твоя мама Не с тобой рядом И для меня Это было очень сложно Год Не находиться Вообще не со своей мамой И я не представляю Что она вообще проходит Она очень сильная И я надеюсь То, что Все будет у нее хорошо Ты сейчас Впервые за много лет Буквально полгода назад Да, получается Побывала в Ташкенте У себя дома То есть ты до этого Не была лет 8 там Правильно? Нет, я там не была Со смерти своего дедушки То есть 16-го года Угу Я туда приехала с мамой Была ужасно страшная Непонятная ситуация Потому что мы ехали в никуда Папа с детьми остался в Лос-Анджелесе А мы приехали вдвоем И я, моя бабушка и моя мама Были рядом с ним В ее последние минуты Самый, наверное, трогательный момент Который у меня остался В воспоминаниях Это когда я забегаю в комнату Когда уже позвали мою бабушку Потому что у нее перестало сердце биться И мы забегаем в эту комнату Там нужно было бежать по ступенькам У моей бабушки падает Или у моей мамы падает тапочек Я бегу, спускаюсь вниз Я вижу этих охранников С которыми мой дедушка провел Все свое время То есть там 20 лет И эти взрослые мужчины Которые такие сильные Которые всегда как бы охраняют И они плачут искренне Просто плачут И я вижу это все И мне как-то это очень сильно Тронул этот момент И я после его После этого момента Не возвращалась в Бекистан Мне было как-то очень Не по себе, наверное И у меня очень большой был коннект с ним И как-то так Но ты сейчас с бабушкой близко общаешься Она тебя поддерживает всегда И знаю, что на протяжении всех ваших отношений Она как бы в отличие от родителей Она пыталась, да Как ты, как твои дела? Дворяная сестра очень бы тоже пыталась У меня еще там тетя с другой стороны С папиной стороны И бабушка с этой стороны Они меня прям очень сильно все поддерживали И я им очень за это благодарна А я так понимаю, что все-таки у тебя родители Достаточно свободных взглядов Они тебе разрешали там тусоваться Да, ты переехала в Лос-Анджелес Училась там в университете Ты там стала феминисткой Значит за бодипозитив Ну, по крайней мере, то, что ты транслируешь То, что совсем не свойственно Девушкам из восточных стран У тебя все-таки по-другому Почему так произошло? У меня просто очень крутая семья Она очень оригинальная Она не как все Мне кажется, это потому что еще моя мама Она в свои 22 года У нее была очень крутая машина Вольцваген Такая, знаешь Как это, божья коровка А, жук Жук, да И она такой очень Она любит рисовать Она прям настоящий вот такой Человек природы Просто очень такой Мне кажется, я в какой-то степени в нее И она Потому что училась в Лондоне Какое-то время Она меня родила И прекратила свою учебу И она была одна Какое-то время И ей было очень сложно И мне кажется, из-за этого Она всегда мне давала Вот эту силу И просто двигала вперед И говорила Типа, иди, иди, иди Ты можешь все И у меня никогда не было Такое ощущение Что, знаете, там Я девушка, я пол-мужчина Нет, я девушка Я полный человек Я могу все Я за это очень благодарна Ну, это получается Благодаря тому, что родители Ее отправили тогда Учиться тоже в Англию Нет, она сама Она сама Ей не давали Никто не хотел Чтобы она поехала Учиться ни в Англию Ни в Германию Она с университетом Поехала летом в Германию Увидела, как там в Европе Она такая, вау И она просто Была в восторге от этого всего И такая Я хочу поехать учиться в Англию Мне кажется Ее мама с папой были против Но она на этом настояла Поехала Познакомилась Там с своим отцом И вроде как У них закрутился роман И родилась ты, собственно Да И на этом где-то, мне кажется Прекратилась ее учеба Или она закончилась учеба Я не помню А твой отец там жил А, да Мой отец там жил И они познакомились На учебе, считай, получается То есть они вместе учились И они уже 20, сколько-то 5 лет вместе, получается Сколько 20? Ну, много Если ты родилась, наверное Все-таки до этого Они какое-то время уже встречались И получается, что Они в какой-то момент Поняли, что Вот как бы Хотят воспитывать детей своих В каких-то более Свободных условиях Взглядах Так получается Да, и они хотят Нам дать то будущее Которое Они хотели бы иметь Когда они были маленькими И они очень хотели Чтобы мы Выросли в В таких условиях Чтобы мы могли Стать Астронавтами Учителями Хоть блогерами Кем угодно Ну, показать просто Возможности И ты сам выбираешь И мне кажется В этом Они правильно поступили В тот момент Что они просто Перестали общение Потому что Они такие Окей Вот ты выбрал этот путь Иди Ты сама набьешь себе шишек Но как бы Самое главное Продолжай свое образование И я это здесь продолжила И я вот сейчас Как бы заканчивала Когда вы в 14 лет Переехали в Лос-Анджелес Получается Ты говоришь Что ты переехала С родителями С семьей Когда они оттуда уехали Когда ты одна Осталась там учиться А, я никогда не осталась Там одна Я просто переехала в Бостон Потому что у меня университет Находился в Бостоне И я переехала Одна учиться в Бостон Это в каком возрасте было? Это было в 18 лет То есть с 18 лет Ты стала жить одна Получается И как? Круто Мне кажется Я очень Ощутила жизнь Когда мой дедушка Был жив До И вот Когда моего дедушки Не стало Потому что До этого У меня было прям Вот нельзя туда Нельзя это Надо быть дома А потом Ну ладно Делай как знаешь Я такая Да, то есть После того Как дедушки не стало То есть у тебя уже Не было столько ограничений Ограничений, да Потому что ты все-таки Внучка действующего президента А тут ты просто человек И тебе это понравилось? Да Это было замечательное ощущение Мне можно было Тогда создать свой инстаграм И просто Выкладывать фотографии Это было так круто То есть получается По факту То, что у тебя сейчас В жизни происходит Это Можно сказать Компенсация Тех ограничений Которые были у тебя Я живу В своих друзьях дома Я путешествую Потому что до этого Типа ты должна была Там Только ездить Со всеми Я одна Это да Ну да И ты бы вышла замуж Просто там За блогера За блогера Да Я думаю Что твой дедушка Был бы в шоке Наверное Узнав бы Еще что это за блогер Поэтому у тебя У тебя такая По полной программе Конспенсация Типа революция У моей мамы тоже Было то же самое То есть она тоже Имела свою небольшую революцию Когда она уехала в Англию Такая типа Я сделаю так У меня тоже Своя революция Какой-то степень Ну видишь как здорово Что у тебя сейчас Все равно с родителями Хорошие отношения Что вы теперь общаетесь Я правильно понимаю Да очень-очень благодарна За это И с братом И с сестрой Это очень круто То есть вы сейчас Такая большая крепкая семья Да А как часто ты их видишь Вообще А вот должна Увидеть их в сентябре То есть 9 сентября Но вы не живете вместе Сейчас уже Нет Я просто сейчас Должна всех к ним Пойти и сказать Мам, пап Я не знаю Что мне делать дальше Помогите пожалуйста Я что-то так запутана И потом посмотреть Что Какой план здесь Потому что я вот Заканчиваю университет И после этого Хотелось податься на магистратуру И в Лондоне находиться И как бы надо с ними Это все обговорить Потому что они все-таки Мои родители Они несут за меня Как бы Они уже не несут за меня Ответственность Потому что я несу Свою ответственность Как человек Мне уже 23 года Я уже взрослая девушка Довольно-таки Но все равно хочется С ними как-то посоветоваться Чтобы не было как прежде Знаешь Часто говорят Что девушка Выбирает себе мужчину По примеру своего отца Господи Нет Вот В твоем случае Амиран похож на твоего папу Нет Совершенно Наверное Потому что они никогда Не были знакомы То есть Никогда я даже воду Ком-то не заводила Если бы они бы познакомились Они бы через 5 минут Поругались бы То есть они настолько разные Что ты наоборот Как бы в знак протеста Выбрала себе мужчину Который Противоположность Твоему отцу Мне кажется Все было настолько идеально У меня в жизни Что я хотела себе Устроить небольшую Американскую драму У тебя очень много друзей Из разных стран Как ты думаешь Ты хороший друг? Да Я думаю Ну я не то что Я не знаю Но я думаю что да Ты писала просто где-то Что Джимми на меня обиделся Твой друг Джимми Что ты может быть Не очень хороший друг Была в последнее время Да Я выбрала опять отношения На место семьи Друзей И так далее Он правда Очень хороший мальчик Идеальный просто Друг Парень Вообще Сердце очень большое у него Я правда поступила Существую очень некрасивую В отношении к нему Потому что Я дала своему бывшему мужу Булить его Подожди Да Он травил его страшно В соцсетях С Джимми Колхозная ебала Ты тусовалась Из-за ювелирцев Зачем так его называть Ну откровенно У него такое лицо Джимми это какой-то Твой все-таки ухажер Помимо того Что он твой друг Он как-то за тобой Еще ухаживал Или что Нет Мы друг друга знаем С детства Мы выросли на одной И той же улице В Женеве И его двоюродная сестра Моя лучшая подруга Я его не видела Лет наверное 6 И спустя 6 лет Мы увиделись в Нью-Йорке Рандомно На концерте В Хэллоуин И в Анкаре И он такой на меня смотрит Говорит Маша это ты Я такая Джимми это ты А он был тогда Очень большим парнем А сейчас он очень Худой Такой высокий Импозантный Но он Прям очень-очень Хороший человек Мне не хотелось бы Его терять Испортив это все Отношения Потому что у меня Как бы опыт Отношений Не самый лучший Ну вот Мне показалось Потому что мы с тобой Когда познакомились Ты сразу такая Стала открытая И ты очень теплая Очень радушная И ты как будто бы Быстро доверяешь людям Меня это даже удивило Потому что Учитывая то Что из какой-то семьи Обычно такие люди Наоборот очень закрыты И к себе Никого не подпускают Потому что боятся Ошибиться Боятся Что от них Кто-то что-то хочет Как так произошло Что ты всем Продолжаешь доверять И не ищешь подвох В каждом новом знакомом Истинную себя Мне кажется Только единицы знают Вот ту Машу Которая прям Когда я одна с собой Джимми один из них Но вот это общение И вот эта легкость И вот эта легкость Мне кажется Она есть у многих американцев И мне кажется Все благодаря Моему образованию Многие люди Мне кажется Так же Налегке могут общаться Но вот истинную Вот эту глубину Когда я плачу И когда я сама собой Это мне кажется Я не впускаю Многих людей Ты как раз Сказала про Америку И мне хотелось Поговорить как раз Об отличиях И различиях Между нашими странами Потому что ты жила там И ты собственно Общалась И знаешь многих там Звезд шоу-бизнеса Американского И когда ты переехала в Москву Ты познакомилась С нашим российским Шоу-бизнесом Вот в чем Как тебе кажется Ключевое отличие Американского шоу-бизнеса От российского В американском шоу-бизнесе Они не равняются На русский шоу-бизнес А в русском шоу-бизнесе Они равняются На американский шоу-бизнес То есть в этом Все отличия? Мне кажется Да Мне кажется Да Язык И то, что в России, например, если ты какой-то суперкрутой певец, у тебя сразу пафос. А в Америке ты крутой певец, наоборот, со всеми общаешься, подойдешь к фанату, пофотографируешься. То есть, получается, у наших больше звездной болезни, чем у американских звезд? Я не знаю многих русских звезд, но потому что я вижу, наверное, больше да, чем нет. Как тебя встретили друзья того же Амирана? И вообще, ты стала знакомиться с людьми из блогосферы, которые имеют миллионы подписчиков. Как тебе они вообще? Нормально, очень-очень спокойно. Но просто я это вижу по отношению к фанатам. Я не вижу это по отношению к себе, я вижу, как с другими людьми они общаются. Просто в Америке у меня была возможность общаться с Машинган Келли, и как он общается со своими фанатами, как, например, есть некоторые рок-музыканты, которые общаются со своими фанатами. Это две разные вещи. А с кем вообще в Америке из звезд или детей звезд ты знакомая и дружишь? Господи, много, но это не то, что я их отличаю, типа, звезда, не звезда, потому что у меня есть очень прикольные девочки, мальчики, которые художники, которые сейчас занимаются. Два моих хороших друга, они получили только что свой диплом, они защитились и сейчас будут адвокатами в Америке. Так что в разных... Нет, я знаешь, почему спрашиваю? Потому что в России все равно есть такой момент, что к детям звезд больше внимания. В Америке, с твоих слов, все как будто бы равны. Так ли это? Да. Получается так? Ну да, то есть опять есть ограничения, как у меня, наверное, они были в детстве, но при этом у людей такое же отношение к друг другу. То есть у меня в школе было очень много детей и знаменитостей, но они все были очень спокойные. Ты говорила, что у тебя дети Майкла Джексона учились. Да, и Ашелестерон, и самый крутой это Адам Сэндлер. Адам Сэндлер это мой самый... Я ему давала тур по своей школе. У тебя есть программа, когда ты можешь быть типа лицом своей школы, и ты должен пройти там условно курс, и когда там родители приходят, чтобы показать школу их детям, ты им показываешь тур по школе. Такой добрый человек, прям такое большое сердце, такой прям простой, хороший американец. А у тебя не было желания как-то в Голливуд самой проникнуть. Вот ты снималась там даже с Энтони Хопкинсом где-то в каком-то эпизоде, но вот как-то закрепиться. Честно? Нет, потому что я вот в этом выросла. Для меня Россия типа была, знаешь, такое препятствие, то есть совершенно новые, для меня непонятные люди, непонятные понятия. Для меня это было очень интересно. А так, ну, если будет возможность сняться в Голливуде, то почему бы нет? Ну, я уже, наверное, попытаюсь быть поболее далека от медийной жизни. Я для себя решила это на этом Евротуре, что это все-таки блогерство, они все-таки не мое. Мне кажется, хотелось бы больше что-то делать более весомое и важное в этом мире, то есть найти себя и прям реализоваться. Ты очень часто говоришь, что ты ребенок, и что в прошлом ты говоришь, что вот я была ребенком, сейчас ребенок, и даже вот в этом шоу ты очень много раз повторяла. Как ты думаешь, почему ты так о себе говоришь? Потому что тебе хочется вернуться в какое-то твое безоблачное детство? Или потому что просто вот ну, как бы ты действительно так себя ощущаешь? Я сейчас учусь... Это, кстати, очень крутой вопрос. Я учусь в теологию, и для меня как бы понятие возраста ребенка сейчас и то, что было там, например, поколение наших родителей, поколение наших бабушек и дедушек, это три разные вещи. То есть сейчас человек ищет себя и там занимается образованием и так далее, и так далее до конца 25, 26, 27 лет. И то есть для моего поколения, особенно в Америке, мы все, как бы, мое поколение Generation Z, мы говорим, что мы дети до 29-30 лет, потому что мы ищем себя, у нас есть эти возможности, наши родители нам дали эти возможности. Вот из-за этого, например, нашей бабушке и дедушке, им нужно было быть детьми до 15 лет, в 16 на работу и... Быстро взрослеть. Быстро взрослеть. А у нас, как бы, я буду, мне кажется, себя еще лет 6 называть ребенком, пока я не закончу свое обучение. Я забыла, кто я, какие у меня корни, из какой я семьи, какое у меня образование и что вообще я из себя представляю, как человек. Теперь потихоньку вспоминаю и проживаю свою новую эру, новую главу. Какая она, твоя новая глава? Своя, интересная. Про любовь к себе. Наверное, она больше про то, что вот это прям моя эра. Я настолько благодарна жизни Богу, знакомым, друзьям, родителям, всем тебе за то, что это, знаешь, вот я поставила такую большую точку, перевернула листок и живу заново. Я хочу развивать себя и хочу отдавать людям ту же возможность, которая у меня была в детстве. То есть отдавать любовь, отдавать заботу, отдавать помощь, помощь женщинам и помощь тем. Вот сейчас очень хочу как бы сосредоточить своё внимание на том, чтобы развить себя как личность и потом в дальнейшем как бы отдавать эту любовь остальным. Я считаю, что у каждого человека есть какая-то миссия на земле. В чём твоя, как ты думаешь? Помощь я с детства помогаю. Вот я человек, который очень надоёт. Я то занималась экологией, пыталась очистить наши океаны, то за права детей в моей школе, которых там булили, за меньшинства, за всё. Я просто очень люблю помогать. Я тот человек, который отдаст из себя последнюю одежду, но и пойдёт голый. Самое главное, чтобы там у окружающих всё было хорошо. Может быть, это потому, что опять-таки я видела жизнь с другой стороны, наверное, сверху, в плане того, что у меня была возможность посмотреть, как государные социальные структуры строятся сверху вниз. И я понимаю, как это всё работает с детства. И, наверное, из-за этого мне хочется как-то отдавать. Мне очень нравится то, что мой дедушка, правда, сделал очень много для своей страны. Он как бы создал все возможные законы и так далее, которые есть в Узбекистане, и образование, и всё. Я очень хочу, как ты знаешь, чтобы он мной гордился. Ты хочешь как-то в дальнейшем быть связана с, возможно, тоже с политической какой-то жизнью? Я сейчас изучаю интернациональную политику, и я хотелось бы не с политической стороны это делать, а более со стороны социологии. Наверное, не со стороны политики, потому что я видела, как это всё на самом деле это очень большие акулы, и не хотелось бы. Я хочу спокойно жить. Что такое любовь? Любовь — это... Господи, я не знаю, что такое любовь. Мне кажется, любовь — это эмоции, это химическая реакция, которая тебе даёт возможность просто отдавать, отдавать и получать. И это просто счастье. Это вот любовь, которую я испытываю к своему брату и к своей сестре. Вот это и есть любовь, мне кажется. А если бы можно было изменить хоть какое-то событие в твоей жизни, чтобы это было? Ничего бы не изменяло. Всё происходит именно так, как оно должно было выйти. Ты о чём жалеешь? Да. О чём? О том, что я иногда очень эмоционально, импульсивно и делаю, прежде чем думаю. То есть я... Многие люди думают, а потом делают, а я делаю, а потом уже такая... Ой, не надо было. Реактивно. Реактивно. Чего ты боишься? Я вот этого боялась одиночества, но теперь, мне кажется, начинаю его прям любить. Боюсь... Смерти я не боюсь. Боюсь опять упасть на дно, наверное. Боюсь вот вернуться в то состояние, в котором я была в этой депрессии. Я очень этого не хочу. О чём ты мечтаешь? О семье, своей семье. Большой, такой чистый, добрый, хороший, приятный семья. А собаки, лабрадорик. Где ты видишь себя через 10 лет? Господи, я не знаю, что будет завтра. Наш мир так сильно меняется. Наверное, где-то между Узбекистаном и Европой. О чём бы ты сказала маленькой Маше? Ой, Господи, столько много тебя ждёт впереди. Держите. Слушай своих родителей, потому что они всегда правы. Даже если тебе не нравится то, что они говорят, ты должна это принять. И твоя первая половина 20 лет будет очень интересной. Ты никогда не забыешь.